Всем привет дорогие друзья, с вами снова Барин и сегодня я решил поддержать своего хорошего знакомого Станислава Зелинского который на днях снял видео в рамках своей рубрики Музадрот посвятил он его аудиокассетам и вот я решил рассказать про свою коллекцию аудиокассет это вот такая коробочка у меня полностью забита кассетами но скажу сразу, что пиратских кассет у меня в коллекции почти нет осталось буквально два экземпляра это соответственно The Ventures и The Prodigy The Fat of the Land если брать Prodigy, значит сам весь альбом записан плюс еще, поскольку все-таки кассет на 90 минут было еще дописали бонус треки с альбома соответственно этот самый получается этот экспириенс, вот самый первый альбом 92 года вот, нашел я ее, помню, около какой-то помойки то есть принес домой, послушал, вот все отлично записано то есть нигде ничего не затерто это кстати писали еще пишущие кооперативы судя по всему с лицензионных компакт-дисков на еще достаточно качественные вот эти кассетные болванки которые в основном еще были Made in Japan изготовления, то есть тогда вот в начале-середине 90-х и вот с большим удовольствием до сих пор эту кассету слушаю храню ее как память вторая кассета это у нас два альбома Venturas то есть Let's Go и Play the Country Classics вот, значит, тут-то с какими-то бонусами еще и значит, это вот Sony у нас кассета значит, это мой отец еще покупал но это как бы классика сёф-рока то есть обычно такие кассеты я либо кому-то дарил либо на что-то менял но вот Venturas у меня, так скажем, рука не поднялась значит, следующий это вот такой сборник называется любимой песней музыка отечественного кинокина Шлягер то есть это значит, что у нас, допустим, вот такие культовые фильмы как бриллиантовая рука, Кавказская пленница, Берегись автомобиля Земля Санникова, Иван Васильевич меняет профессию и многие другие значит, сами по себе они вот просто подписаны как, допустим, там часть 1, часть 2 ну, должна была быть еще третья кассета но ее просто, к сожалению, не было то есть в прошлом году это мне отдала одна тетя вот, которая, значит, отдавала видеокассеты почти все, кстати, лицензия была и в придачу еще несколько аудиокассет отдала в том числе и вот эти сундрыки значит, есть у меня кассеты, которые, к сожалению, затерты то есть частично или полностью то есть это вот Банфак МС как раз-таки инстерия, то есть их самый, так скажем, культовый альбом откуда как раз-таки и самая культовая их песня фристайл вот и, значит, как бы здесь в двух, насколько я знаю, песнях есть вот какие-то затертости то есть, видимо, кто-то случайно включал, когда кнопку play нажимал кнопку, соответственно, res и там, видимо, что-то с радио записалось ну, в двух, как бы, фрагментах таких небольших где-то там по 5, максимум там 5-10 секунд вот то есть нашел я ее, кстати, на складе сети аптек PharmaCore я там когда-то на них работал в свое время и вот там вот кассета валялась, никому не нужно я себе ее забрал значит, вторая кассета такая затерта это вот Man in Black The Album вот тут всякие песни в жанре там всякие этой самой попсы R&B, рэпа то есть там Will Smith, например, Snoop Dogg Destiny Child вот такие исполнители есть ну вот, то есть купил на мешке себе кассету то есть она мне пришла выяснилось, что там просто почти вся она затерта там только на стороне B, по-моему, две песни последних остались вот то есть вот такое вот разочарование значит скажем так, есть у меня западные коллективы но это только Палас Оркестр но это у нас, так скажем выпускал наш этот наш какой-то лейбл и вот, то есть это как бы русское издание не заграничное тут даже вот анкета есть которую нужно было отослать значит Палас Оркестр на самом деле у нас вот рядовые слушатели наверняка просто помнят по перепевкам соответственно всяких популярных композиций 70-х-2000-х то есть они там Бритни Спирс перепевали Тома Джонса соответственно Абу и Ритмикс Фила Коллинза то есть вот этих всех исполнителей вот ну в первую очередь они конечно всегда исполняли либо композиции собственного сочинения сделанные под соответственно всякие вот такую популярную музыку там 30-х-40-х годов либо значит какие-то классические немецкие песни или там такие вот бродвейско-голливудские вот приблизительно тех же самых лет вот и здесь у них такой рождественский альбом то есть они больше всякие рождественские какие-то немецкие гимны исполняют единственное что у них есть вот только Last Christmas это как раз таки кавер на Джорджа Майкла и он у них тут в двух версиях то есть на английском и на немецком то есть есть и германоязычная версия кстати она вот так более по-рождественски звучит в таких аранжировках от 30-е годы вот а вторая такая кассета это Bloodhound Gang то есть она даже очень так точнее Bloodhound Gang да, Bloodhound Gang господи неправильно прочитал значит это получается у нас One Fierce Beer Coaster то есть в принципе Стас вот эту группу не помнит но это я помню хорошо то есть их клипы очень часто там в конце 90-х начале 2000-х по MTV крутили вот там где они этими допустим обезьянами переделают одеты это люди ловят сетями например самый может такой известный вот ну они кстати несколько лет назад на самом деле достаточно плохо прославились потому что где-то на концерте в Украине там по-моему не помню в каком 15-м или 16-м году они значит этим российским флагом задницу у них там вокалист подтер и когда они потом приехали на Кубань они очень удивились чего за это их там собственно побили ну там как бы слухи ходят что за то чтобы они это на концерте там в Украине сделали им очень большие деньги заплатили то что сами что как бы ну скажем так не их это была инициатива вот но тем не менее значит есть вот у меня классика то есть это антонио вивальди вот лицензионная кассета видимо тоже от той же самой тети досталось что мне видео аудиокассета отдавала есть у меня получается вот сказки на английском языке для самых маленьких то есть тут каши из топора допустим да маша медведь вот ну не знаю как она ко мне попал так сказать все опять же от тети досталось значит следующие сборники это вот от бомбы питер вот такая вот охота она кстати до сих пор выходит там всякие группы были типа там аквариума аукциона пилота ну то есть там и как бы такие мастодонты русского рока и на тот момент тогда более молодые группы потому что это по моему первая аж кассета чтоб так не соврать она по моему 2000 или какого-то 2000 даже раньше по моему была по моему они там 2000 или какого-то года издавались еще сборники издаются до сих пор значит такая вот группа поле лукой и все основном мой отец слушал кассета принципе от него доставшиеся они на каком-то таком выдуманном языке пели у них какие-то вот такие не знаю наш шаманские какие-то пение что ли были вот тут альбомы кристальный лом ду 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 и соответственно думая значит вот такой вот альбом запрещенные барабанщики по ночам то есть очень хорошо скажем так эту группу помню вот периодически ее скажем так переслушиваю значит валерий щеткин вот это мне такой один мой хороший знакомый александр подарил насколько я помню первый сольный альбом после того как он избрана ушел тут текстопесен даже есть что надо назывался и тут как раз таки есть этот 7000 землей такие вот скажем так известно его хорошо сольные киты тут у нас союз кстати пускал его следующая кассета от моего одного хорошего знакомого получается дмитрия то есть у него вот есть этот самый свой проект кейград вот где он на синтезаторов играет все сам это альбом у него shadows of соответственно серы брилов если правильно прочел значит это самое что интересно то есть саундтрек к настольной ролевой игре я который он сам же придумал вот то есть тут кроме как бы списка композиций если открыть его правил этой игры нарисованы значит и само что интересно то есть он еще в комплекте давал игровое поле и эти фишки с кубиком вот в принципе так атмосферная музыка чем-то я не знаю мне вот музыку к игре к играм серии хэксон напомнил то есть первой второй части значит отец василий из куртнерс это вот такой был исполнитель василий к вот это вот его такой один альбомчик у меня в коллекции есть называется то есть как-то у меня затесался не знаю даже как ольга риф его то есть в принципе уже давно как бы не так скажем за творчеством почти не слежу вот какие-то старые вещи иногда слушаю девочка с кирцо это концерт 97 года такая группа выход два года до конца вот их как раз таки лидера сергей селюнин в этом году умер моя любимая принципе группа дедушки то есть выходца мне странных игр основана то есть виктором салагумом и алексей мараховым вот так вот альбомах культовый порно часа мы что как бы любопытно то есть большая часть этого альбома она звучала в саундтреке игры ядерный сибит например вот допустим такие вещи как я не с баба дуня подводная и так далее 10 что интересно опечатка есть потому что допустим зал дат и подводная не местами просто перепутаны то есть все на вот фантики они так написано по факту они идут немножко в другом порядке федор чистяков это баян харп блюз вечера подмосковные то есть так получилось что в детском году федор чистяков был отправлен на принудительное на принудительное лечение степана скворцова это у нас в питере вот такой этот самый псих лечебница такая весть когда он там вышел где-то в конце 90-х он все пытался 0 воссоздать но вот он очень не хотел тогда петь именно песни которые он там писал про вот наркотики алкоголь и вроде там иду курил то есть там человек и кошка народ что-то как в этой темы не понял и он тогда 0 распустил и начал какие-то сольные проекты делать и вот это у него был проект зеленая комната вот в принципе помню что этот альбом тоже очень любил особенно мне нравилась песня вот подводный лов очень забавно вот светлана сурганова соответственно сурганова оркестр возлюбленная шопена то есть я 2 насколько я помню альбом после того как она ушла из ночных снайперов а вот и у меня какая вещь была очень нехорошая не было двоих и вот альбома то есть было еще и 1 и сольный но как бы я пылесосил у меня кассета упал из полки на счета открылась и вот прямо вот этой вот как раз пленкой прям в пылесос засосалась то есть я конечно отключил его стала кассета аккуратно отматывать но там пленка уже порвалась и все как бы я пришел конец кстати покупал эту кассету как и многие другие я союзе по году 2006 там тогда уже формат этот адмирал вот этот эмси компакт кассета и в принципе там их отдавали чуть ли не по 19 20 рублей на штуку значит получается полковника однополчания война и любовь то есть в принципе тоже вот коллектив но достаточно любимый но их вам там было три или четыре альбома не помню вышел там последний альбом после соответственно смерти вы как раз таки алексея хренова собственно самого полковника но здесь есть такая вот песенка очень забавная получается зимушка зима я как раз кавер на нее использовал в обзоре на фоллаут вот такая группа бабслей состоящая целиком полностью из женщин это значит альбом елдырина слобода вот такой задорный женский коллектив вот они даже в трибьюте гураль этого участвовали пели песню родина кстати вот я считаю очень неплохо и перепели и хуже даже оригинала вот такая культовая питерская команда химера то есть их альбом культовый за 2 потому что сколько о ком химера помпуль 2-3 всего альбома было них потом от локалист их он в 98 году повесился здесь текстопесен вот эдуард церков то есть а так принципе группа был такой большой успех они там даже тогда в 90-е ездили за границу гастролями уже собственно такая вот команда spitfire это по моему первых альбому night hunting тут скопан группа то есть и участники кстати во многих других проектах принимали участие например в том же сам ленинграде где-то с 2002 года вот и значит здесь у них почти все песни на английском вот кроме кавера на буратино он там на русском вот но в принципе да самом деле достаточно такая я бы сказал команда известна потому что вот например их такой ска кавер на ариурита то есть такую мелодию тридцатых годов очень популярную они она значит звучала в передаче осторожно модель вот есть у них соответственно здесь насколько я знаю кавер на нирвану инструментальный in bloom вот вот уже вот любил их как бы слушать слушаю собственно недавно этот альбом на виниле переиздали значит санкт-петербургская джаз ревью значит это такой вот совместный был проект музыкантов вот spitfire с музыкантами группы макс на даркунс тоже одно время как бы слушал вот здесь что интересно то есть у них как бы есть вещи собственного сочинения также они какие-то на самом деле там какие-то инструментальные композиции или песни там где-то таких годов там сальковых переиграют западные вот даже вот я помню у них был кавер такой на вот дипеш мод поле сефтеру они как раз исполняли значит собственно кирпичи царский альбом то есть честно говоря как бы группу кирпичи где-то вплоть до альбома 7 я слушал потом что-то они как-то разотравились я не знаю то ли как-то перерос я такое то ли что но вот какие-то старых альбом чеки до сих пор переслушиваю то есть вот допустим кирпичи тяжелые как раз таки смерть на рейве капитализм там сила ума ну твой срок только мне не очень нравится вот и вот царский альбом тоже с удовольствием слушаю есть у меня на компакт-диски вот есть на компакт-кассете в том числе значит такая получается команда оса это оркестр современной акустики она расшифровывается это значит вел от петроград как бы так выглядит уж как такая интересная у них там как бы куча всяких этих акустических инструментов там всякие баяны меланчели гварнета и так далее принципе что такая группа на самом деле достаточно интересные и значит есть вот такая еще группа твп последние танки в париже альбом девственность если я даже не знаю как она ко мне попала потому что по твп я в принципе никогда честно говоря не любил не знаю не нравится хотя здесь такой интересный бутлег идет это вот информация о группе при том даже на двух языках то есть на русском и на английском и соответственно текста песен тут еще прилагаются ну а мы соответственно идем дальше то есть у нас на очереди вот есть ночные снайперы у меня значит наш вот их четыре альбома то есть от насколько я знаю детский лепет это какие-то там записи чуть ли не с конца восьмидесятых до по моему где-то середин девяностых сделан то есть тут даже по моему где-то есть первая версия песни рубеж если не ошибаюсь да вот есть она рубеж потом есть соответственно вот капля дегтя в бочке меда который там тогда этот арбенин и сурганова они там чуть ли не вдвоем записывали там по гитару и скрипку вот их притом на сиди выпускали как один альбом и вот как раз таки есть сунами то есть последний альбом с участием светланы сурганова вот и откуда культовая песня розы потом конечно как слон сурганова от них ушла что-то мне как раз это группа как ты разонравилась потому последующие альбома делали смс и всего уже остального значит вот такая группа как пикник то есть одно время очень сильно и и любил постоянно как бы так скажем слушал ходил на концерты слушал наверно же лет семьи и потом как-то после на на года 2010 как-то переставли даже интересоваться и вот соответственно есть от по моему это как раз таки был не соврать что у нас там переиздавать союз-то или союз то есть пикник получается танец вулка то есть это самый ранее сохранившийся магнит альбом группа пикник восемьдесят четвертого года значит родом из ниоткуда это вот альбом 88 года его даже мелодия еще на виниле выпускала соответственно значит вампирские песни вот это точно союз это у нас еще помню с пятый год если не ошибаюсь откуда песня лишь влюбленному вампиру и вот стекло откуда кстати такая песня есть который мне очень нравится еще до сих пор шарманка то сейчас ты переслушиваю вот принципе такая хорошая была группа то есть и несмотря на то что как бы шклярский в отличие от многих наших этих скажем так русско рокеров себя как-то не запятнал никакими своими высказываниями какими-то своими там действиями не какими там участиями в каких-то непонятных акциях или спорных вот как-то вот как-то не знаю постыла к нему не знаю как бы почему при условии того что в принципе но как-то пикник такие хорошие театрализированные представления всегда на концертах вот устраивали у меня даже раньше вот их плакат висел в комнате так вот большой прямо афиша там целая с этими даже с автографами все группы потом кому-то подарил вот у меня там и компакт-диски их есть его такие вот кассеты были есть в принципе не знаю иногда переслушиваю какие-то старые альбомы вот восьмидесятых девяностых двух тысяч ну вот почему-то вот как-то перестал их слушать значит вот такая вот умка и броневичок это концерт в клубе улан-батор то есть первая вторая часть значит как бы такой достаточно забавный коллектив как я считаю в принципе потому них как раз таки лидера умка с ней даже знаком правда мимолетную лично вот принципе такая тетя веселая значит вот такой вот бар тоже на непокойный веня дыркин вот крышки дом и запись для дяди коли при том насколько я знаю запись для дяди коли она вот с этим с баянистом каким-то делать который на улице играл вот то есть несколько лет ну пусть я не помню сколько там поможет еще каком-то там году он умер альбом не его остались значит торба на круче то есть самое что интересно это вот с дождя это именно сингл тут 4 все композиции то есть ну по 2 на каждую сторону то есть можно посмотреть что достаточно к маленькая кассета а вот это альбом не псих вот с которым этот сингл и относится начать полева такая группа настя как раз таки она то есть танец на цепочках по моему 94 год тут у нее по моему даже какие-то не ее песни она исполняет то есть вот 10 стрел аквариума например после снова вот например это этот самый кадровский на утиус написал вот что такое зима это чаев размышления компьютера любви тварфинжус вот кошка агата кристи она кстати изначально эту песню должна была петь а на коварстве и любовь вот что-то там не сложилось и она потом ее вот записал уже в рамках своего так скажем альбома сольного ну и так далее значит и вот такой вот альбом получается это у нас не насти значит это у нас 2002 год саму что интересно здесь в такие вот красные катушки вот так он выглядит соответственно этом даже что-то на сиди еще есть и власти полевый полевый сейчас я уже как-то ее тут же не слушаю на самом деле что там с ней как даже не знаю такая группа дочь монро и геннеди с чем она просто отличалась там как раз таки все трое музыкантов было то есть у них соответственно вот вокалистка господи сейчас я скажу точно светлана она была до светлана чапурина она вот на дом проиграла и соответственно с ней басист и барабанщик вот это значит у нас получается альбом по моему 98 года он вышел 2002 по крайней мере такое издание вот это значит 2000 поражение даже оформление даже одинаковое 2000 года ну собственно как бы у меня по них коллекции есть значит земфира эфира у 2 у меня их двое и альбома есть то есть вот по моему самый первый альбом по моему 98 или 99 года краски который так и называется эфира то вот то с чего она там стала известна скажем так вот откуда песня спит почему такие вот хиты другой альбом соответственно прости меня моя любовь это по вторую был альбом откуда вот песня культовая искала вот хочешь вот но значит у меня он без обложки поскольку я его тоже где-то помогу нашел то ли в районе помойки то ли кто-то мне в каком виде отдал я уже сейчас честно говоря не помню как он ко мне попал значит это вот пожалуй такая моя одна из самых любимых отечественных групп то есть нож для фрау мюллер вот это happy and dead то есть альбом который только в 2000 году первый раз вышел это солнце рекорд совместно с хором реанграцевой издавали запись 92 года который не там какой-то студии делали а по-моему на деньги так даже на гитаркина стима земляникиным это значит сосульки убийцы то есть у меня даже в зданиях есть вот в одно из зданий у меня частично затертая вот это потому что там мне просто этот самый маяк это магнитола которых такая полу поломанная она мне почему-то в двух местах затерла просто две композиции то есть на стороне али стороне б поэтому не пришлось другую кассету достать как в другом оформлении из-за этого значит и конечно вот у меня есть не человек-видимка то есть альбом который выходил на компакт-кассетах в седьмом году от шок-рекордс и соответственно в краски 98 году выходила на винил в германии каким-то смешным тиражом то ли 500 или 1000 экземпляров как бы на сиденье издавался мика же гитаркин потом правда подарил этот сидюк то есть записаны с оригинальных его мастер так что месяц там на болванке в сети качестве вот какие-то треки из него в сборнике различной электронной музыки попали например как палочка лжи пожалуй самый известный композит с этого альбома я еще помню что одного своего знакомого выменивала на кучу других лицензионных кассет там отдал уже то что там моменту к 2004 году перестал слушать и потом ленинграда еще что-то по моему четыре кассеты за него отдал вот очень рад что у меня коллекция кстати вот эти два альбома продюсировал сергей курифин то есть вот олег гробко получается тогда это было в манчестер файлс и бомба питер вот этот альбом выпустила с каким-то большим скрипом только по рекомендации курифина такой жанр industrial сделан соответственно человек видимка это был последний альбом который вообще курифин продюсировал потому что делали его соответственно кастров и гитаркин для какого-то японского лейбла вот но когда они просто вернулись в питер в конце не что-то года выяснили что соответственно курифин умер то есть это альбом год на полке пролежал пока его только шокеры как с не упустили на кассетах но к нему там соответственно же бонус трек один идет это плазмаготик такая композиция изначально и его и вот этот трек ножи записали совместно жанна и агузаровой что-то там и не понравилось и они и вокал убрали так что здесь как бы инструментальная версия так соответственно следующие группы это аукцион то есть вернись в соренто the observer и это мама то есть от нас указано 1 альбом аукциона это концертовая презентация а это помогут у них альбомком 2002 что ли года был как бы и тоже опять же аукцион больше мой отец любил мне как-то у них какие-то избранные песни нравились то есть далеко там не все подряд я из них слушал вот но тем минут кассетки остались меня и вот последнее что на сегодня покажу даже не вообще что осталось это наш группа зимой и зверей почти всех дискография до 93 до 2003 года то есть 95 по 2003 по моему меня нет только вот родословная альбома такая группа то есть там вот соответственно кстати нарбенин александр петерсон вот у них потом были еще два таких бывших участников кто от них ушли это вот соответственно георгий мазугов клеветисты и насколько я помню алексей смирнов барабанщик все они одно время играли в электричество потом как у нее барабанщик ушел они устали играть акустику в основном то есть есть у них даже такой целый муж сказать сказка записано это вот свинопас потому что кстати нарбенин очень много всяких сказок пишет то есть у него там от роза есть как бы не только стихи по сожалению сейчас группа развалилась насколько я знаю очень и очень редко они там собираются и что-то играют вот в принципе группа то на самом деле любит я как бы так скажем любил активно слушал даже какие-то песни до сих пор переслушиваю есть у меня даже их лицензионный mp3 вот со всеми альбомами там их переслушиваю периодически вот очень многих песни нравятся как вот например по дантовским местам допустим дилижанс вот соответственно ночь накануне столетней войны вот ну и так далее вот средневековый город тоже очень хорошие песни ну и соответственно по альбому так кратенько пройдемся то есть это вот города которых не стало число человека плечи вот пожалуй такой любимых альбом свидетели вот оба неба это насколько у них какой-то концерт вещи со своими именами возвращение именных вещей то есть это как бы две части одного альбома свинопас конец цитаты и вот на третьем римском это тоже помог какой-то у них был тоже акустический концерт вот ну и в принципе дорогие друзья на сегодня это все до новых встреч